МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем вечер на Думской в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. У кого день знаний, а у кого день побоища? У кого, извините, первый раз в первый раз, а у кого, извините, и баллончиком в лицо? Все. Камни, кровь на плитах. И все это Думская один. Именно по этому адресу сегодня проходил демонтаж, как это называлось официально, антитрухановского Майдана. Есть пострадавшие, которые пишут друг на друга в полицию. Об этом мы поговорим с активисткой антитрухановского Майдана Шареной Кикнадзе. Шарена, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю, прежде чем мы начнем разговор, все-таки посмотреть сюжет о том, что происходило сегодня на антитрухановском Майдане. Я прошу дать этот материал. Для некоторых конфликт закончился госпитализацией. С места события медики увезли по меньшей мере троих людей. Оппоненты тем временем обвиняют друг друга в провокации. Антитрухановцы утверждают, что в полдевятого утра к ним пришли около полусотни активистов. Они пытались разрушить баррикады. После недолгой перепалки в сторону обитателей палаточного городка пустили газ. Вы видите купу тетушни, и полиция, разом с ними в сговоре, Лорки Панидзе, главный милициант Одесской области, разом с тетушнею зачищает антитрухановский Майдан. Вы все это видели, все снято. Один из тетушек мне просто в очи баллон брызнул прямо в зенец. Тем временем активисты самообороны Рада громадской безпеки и Автомайдана заявляют, что первые камни полетели со стороны антитрухановцев. Мы просили, намагались, день места, евробачение, будь ласка, сгорнитесь, давайте все-таки будем конструктивы какие-то находите. В конце концов, знаете, нужно находить спільное решение. Нет, они себе вперлися, потому что их там проплатили некоторые депутаты. Но мы тоже вперлися, и будем впираться дальше. В полиции заверяют, что конфликт урегулирован и жителям города не стоит опасаться обострения ситуации. Задержан, по моим данным, один человек, который яро кидался. Также был найден шарф с российской символикой. Это произвело такое негативное влияние, потому что тут и проукраинские, и украинские патриоты. Было стычка, и один человек задержан. Палаточный городок после столкновений все же был повержен. Баррикады и палатки полностью снесли. Ольга Китик, Диана Хрущева, Михаил Данилов, Думская ТВ. Ну, Ширана, я так понимаю, вы были в числе тех, кого госпитализировали? Да, ну, не госпитализировали, я отказалась от госпитализации, но мы потом уже, потому что не могла позволить оставить активистов и патриотов, ну, без своего надзора, или как это можно сказать, без своего участия. Здесь ситуация, когда патриоты на патриотов, это вообще в голове не укладывается. Вы понимаете, я не могу сказать, что это патриоты, потому что я прекрасно помню 90-е годы, когда у нас просто были мафиозные, бандитские группировки. Вот сегодня самооборона, РГБ и автомайдан проявляли свои действия вот точно таким же образом. Ну, позвольте, они же себя позиционируют с самого начала, как патриотические силы, которые вместе стояли все на Майдане. Они не стояли на этом Майдане, они не находились там, они пришли и стали требовать, чтобы мы оттуда убрались. Они выполняли чужую команду. Я говорю про революцию достоинства. Но когда была революция достоинства, люди стояли бок о бок. И 2 мая все вместе отстаивали одежды. Не все 2 мая отстаивали одежды. Что же произошло? Почему все изменилось? Что сегодня произошло, мы прекрасно увидели. А что, как я могу ответить, когда сегодня они находятся в подчинении Котляра? Сегодня он управляет именно этими тремя патриотическими организациями. И первым делом, когда самооборона подошла, я стояла на входе, и вот буквально с меня, наверное, и началось, потому что в меня полетел камень как раз с их стороны. Меня стали штурхаты и отдирать. Я стояла возле композиции, там, где главный герой – это мэр наверху, и его фавориты, один из которых тоже Котляр. Вот самооборона начала с того, что он подошел, и тот же Тодор содрал табличку. Да, но в преддверии Дня города кому все это было выгодно? То есть создается впечатление, что вряд ли выгодно мэрии устраивать вот то, что сегодня произошло в преддверии Дня города и в преддверии того, что, собственно, все хотят видеть Евровидение в Одессе, я имею в виду властные структуры. Вы знаете, я тоже за Евровидение в Одессе, но я за Евровидение без Труханова и без той кланово-олигархической мафии, которая управляет сегодня городом. Город пожирает тотальная коррупция, тотальная бесхозяйственность, разруха, грязь, какая-то нищета. И говорить о том, что мы сегодня не видим никаких действий, направленных на улучшение жизни горожан. И говорить о том, что когда они получат бюджет по Евровидению и наведут порядок, это смешно, потому что мы видим порядок, как они сегодня наводили на Думской. Почему-то вот лагерь протестный им мешал. Почему это произошло сегодня? Потому что завтра город Одессы, день города. И, безусловно, в первую очередь мэру города неинтересно, чтобы будет много гостей города, будет много различных средств массовой информации. Международный фестиваль, когда было еще больше людей, вас не трогали. Ну, понимаете, завтра запланировано мероприятие, прямо 3D-шоу лазерное, прямо на стену горсовета. Поэтому находиться и баннер Одессы Беструханова. С чего начался разгон? С того, что они стали уничтожать все протестные композиции, баннера, вывески. То есть все это стало уничтожаться, рваться, вывозиться. И понятно, что сегодня они в интервью говорили о том, что они нас просили подвинуться. Во-первых, не они нас просили, а просили организаторы этого лазерного шоу отодвинуть две палатки. Мы их отодвинули вчера, освободили место. Они проверили, что все видно, все красиво. А сегодня они ведут такие разговоры. Они сегодня говорили о том, что они спасли город якобы от завтрашней провокации, когда якобы планируется тысяча ватников нападет на город, и Одесса утонет в крови. В поддержку вашей позиции выступило всеукраинское объединение свободы. И вот у нас сейчас на телефонной связи лидер областной организации Павел Кириленко. Павел, здравствуйте. Доброго дня. Павел, как вы расцениваете то, что сегодня произошло на Думской площади? Это циничная провокация. С чьей стороны? Моцкой влады, по-перше, но и областной администрацией, и полиции. Я обозначу. Мы шелены, конечно, в Одессе тоже. Для того, чтобы тут обеспечить мир, сопередик. То есть, на ваш взгляд, Труханов и Саакашвили договорились не только вместе провести Евровидение, но и вместе убрать антитрухановский Майдан? Я думаю, так. На ваш взгляд, почему это произошло именно сегодня, в преддверии Дня города? Потому что, вот я уже об этом спрашивала у нас в студии Шарена Кикнадзе, я уже ее об этом спрашивала. Вряд ли мэрии выгодно показывать перед Днем города, что вот она может действовать так жестко. То есть, все-таки, чья это провокация была? Неужели мэрии было выгодно показать это прямо перед празднованием Дня рождения Одессы? Я думаю, это совкованная доложность. Так само Янукович сейчас, аргументующий, что людям потребна елка, разгонявский Майдан. Бых студентов. Сегодня они наступают на часа неграбли. Интересное сравнение. Павел, у меня вопрос. Как вы относитесь к тому, что очень многие в интернете сегодняшнюю ситуацию, сегодняшний инцидент называют, цитирую, битвой патриотов? Ну, на жаль, людей стягнули всю провокацию, их накручивала фактично целая битва. Вот и организации, рядовое членство, сама обороны, РГБ, Атамайдан. И СССР лежит на совести ихних керевников, которые, звичайно, смотивованы местевою владой. Что значит смотивированные? Что вы имеете в виду? Я манувателю, что они конкретно на забезпечении. То есть вы считаете, что существует материальное обеспечение, есть финансовые взаимоотношения между мэром города, его командой и сегодня участниками конфликта, РГБ, Совет Беспублики Байдана и так далее. Для всех правомыслящих людей это очевидно. Как вы считаете, как в этой ситуации должны были вести себя правоохранительные органы, поскольку вы говорите, что сегодня и полиция, и городская, и областная власть были в сговоре? Ну, принаймні, вони мали бы, по-перше, попередить. Если и кто-то мав повноважение прибирать людей, то это мали бы делать представники полиции, а не люди в камуфляжах, которые належат до какой организации, до каких структур. Ну, кстати говоря, это очень укладывается образ современного украинского патриота в камуфляже, без опознавательных знаков, в платке, нахожусь, глядя лица. Как мала бы себе вести полиция? Полиция этого не могла бы допустить. А ведь полиция має забеспечити, чтобы не проливалась кровь, чтобы граждане между собой не вступали в конфликты. И тут полиция себя повела абсолютно непрофессионально. Павел, спасибо, что нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Вашу позицию мы услышали. Всего вам доброго. Шарена, возвращаемся к вам. Саша, я знаю, у тебя были вопросы. У меня есть некоторое количество вопросов. Я хочу действительно разобраться в расстановке сил, которая была сегодня. Какое количество людей было сегодня на стороне антитурхановского майдана? Вопрос не в стороне. Дело в том, что сегодня 1 сентября. И с утра в 9 утра, это практически началось, было ориентировочно не более 20 человек на Майдане. Не более 20 человек. Скажите... То есть никто не созывал людей. Понятно. Я сама пришла туда около 9-15. И когда я увидела скопление этих организаций, я еще обратилась к ребятам. Может, созовем людей? Вы знаете, мы до последнего... Сколько человек противостояло вам? Я думаю, что больше ста. Больше ста. Более ста человек. Двадцать на стол. Более чем в пять раз преимущество, да? Да. И наши ребята отказались, потому что мы до последнего не верили, что кто-то на нас нападет и использует силовой метод против... Ну, меня, честно говоря, тоже удивляет, почему мы не пригласили своих сторонников, когда увидели. Вряд ли рядом с вами стояли бы какие-то люди, которые так себя ведя, были бы к вам в дальнейшем не агрессивны. Я хочу спросить, а какое количество людей обычно находится на антитрухановском Майдане? Ну, где-то ориентировочно вот такое количество, когда они проводятся вечи. Можно задать вам вопрос? Я несколько раз проходил там, я не видел вообще там никого. Ни в коем случае не подумайте, что я как-то заангажировал, нахожусь на каком-то на содержании. Я действительно, как житель города, не совсем понимаю, зачем необходим этот антитрухановский Майдан. На нем нет никого. Он занимает большую площадь, он не производит никаких акций. Взять революцию достоинства. Было быстро развернуто, были быстро в поле, было быстро развернуто в поле структурные подразделения, было очень быстро набрано большое количество симпатиков. Люди быстро организовались в отряды и знали, что делать. Они делали это очень быстро. Зачем тянуть время? Вы ничего не выиграете. Наоборот, даже, извините, небольшой негатив вызываете у жителей. Понимаете, люди, во-первых, все занимаются своими делами и постоянное нахождение огромного количества людей ежедневно на Майдане, оно просто нереальное, нет такой необходимости. Вы сипатики уже не запишите, потому что я много раз видел пустой лагерь. Я не считаю, что это протест. Оставить кучу, извините, ну, собрано, но реально, из того, что было. Кучу поддонов, сбитых, оботанных баннерными тканями, с какими-то лепыми, нелепыми, доречными или нет инсталляциями. Понимаете, невозможно Майдан сделать как театральное шоу, красивым там, и шикарным, и чистым. Вы считаете, что антитурганский Майдан у вас получился? Он получился, он состоялся. Мало того, я вам напомню, что Майдан, достоинство, о котором мы говорим, да, революция гидности, он не прошел вот так красиво, как вы говорите. Они, люди, собрались, и все-таки никто не ждал формального или юридического решения вопроса. Мы не хотим кровопролития. Мы неоднократно, и вы увидели, что мы, протестная акция только мирная. Мы ничего не взламываем, мы на кого не нападаем, в отличие от того, что произошло в Киеве. Как, собственно говоря, там решался этот вопрос. Вот у меня с тобой возникал вопрос, когда было первое нападение на антитургановский Майдан. То есть все ждали, что люди выйдут, так как это произошло в Киеве, когда разогнали студентов. Почему люди не пришли вас поддержать? Ну, почему не пришли? Люди пришли поддержать. Плюс было огромное количество различных вещей, когда мы приглашали. Они тоже хотят решить, вот как вы говорите, они хотят быстрых решений. И все, кто нас поддерживает, они тоже хотят, чтобы мы пришли, открыли двери горсовета и оттуда всех вынесли. Понимаете? У вас не получится, потому что вам нужно массу нарастить. 20 человек это не сделают. Вы знаете, если мы объявим, что будет силовой метод вынесения сегодняшней власти местной, наберется достаточное количество. Почему вы не делаете это? Потому что мы за мирное решение, за цивилизованные пути и за тот демократический путь, за который мы ратуем. И вот та революция гидности, она за это боролась, а не за то, чтобы мы ходили и били друг друга. Шарина, я не раз слышала от чиновников и от депутатов, что вы не имеете никакого права, я имею в виду антитрухановский Майдан, располагаться на этой территории, что согласно закону в любой момент они могут вас оттуда вынести, но для того, чтобы не провоцировать ситуацию, они этого не делают. Вы имеете право находиться на той территории вот с этим палаточным городом? Вы знаете, согласно Конституции каждый человек имеет право выражать свое мнение. И в том формате, в котором мы его выражаем, мы имеем право находиться там ровно столько, сколько мы там захотим быть. Плюс, на те наши, вы не думайте, что мы просто сидели и ничего не делали. Мы писали обращения со стороны, но есть же различные организации, различные люди, которые писали там и в суды обращения, и в частности по разгону. Тогда в апреле писались СБУ обращения, и в Генеральной прокуратуре. Был фильм на громадском по поводу связи нашего мэра и офшора, особенно его ассоциации с компаниями, которые выигрывают тендера. То есть полное бездействие. Сегодня я наблюдаю решение сессии, в которых огромное количество конфликтов и интересов. Мы видим, как они из одного кармана в другой перетекают эти деньги. Там они берут кредит, туда они кладут депозит. Огромное количество коррупционной составляющей. И если никто не обращает на это внимание, то антитрухановский майдан, он выполняет функцию, вы понимаете, да, мы не можем сегодня бороться юридически, хотя мы боремся, потому что там и суды, и все остальные организации почему-то игнорируют. Но почему, мы сами прекрасно знаем, потому что они все в одной системе. Шарана, ну смотрите, допустим, если с прокурорским майданом, то есть нужна была политическая воля, чтобы решить этот вопрос. Политическая воля была, прокурора убрали, поставили нового, то есть все сработало. Здесь получается, что нет политической воли сверху, чтобы как-то решить вопрос. Здесь же не только политическая воля, здесь идет процесс, который, то есть мы понимаем, что есть зарегистрированная постанова в Верховной Раде, которую уже подписались, долучились от ДНИ 70 депутатов, еще изъявило желание там 30 депутатов подписать, и как только они выйдут с отпуска, и 6 числа открывается сессия, то, собственно говоря, я уверена, что мы как-то привлечем внимание для того, чтобы они рассмотрели этот вопрос. Мало того, мы 6 числа планируем поехать в Киев и седьмого там устроить акцию. Поэтому я бы не сказала, что антитрухановский Майдан бездействует. Просто невозможно действовать. Какое количество в Киеве? Вы знаете, вот сколько изъявит желание активистов? Где-то, наверное, человек 20. Нет, я думаю, 200, может, 300. Кто будет оплачивать поездку? Я думаю, что с тех пожертвований, которые у нас и в прошлый раз поступали, и сейчас они поступают. То есть сегодня этот ящик кидали во все стороны, и у нас есть активист на Майдане, у которого есть книжечка со всеми приходами, квитанциями. Сегодня он его показывал. Но достаточно много приносят люди средств поддержку? Вы знаете, честно говоря, вот я не 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 обращаю внимания и не внедряюсь в вопрос финансовый. Этого хватает на обеспечение? Безусловно, не хватает, потому что если бы хватало и мы бы были действительно проплачены, как многие об этом говорят, то действительно уже бы много чего бы реализовалось и много чего бы сделалось. А так как это все на такой хаотичной основе, то, собственно говоря, мы располагаем теми ресурсами, которые поступают. Сколько будет, столько будет. Столько будет, да. Последний вопрос, прежде чем мы закончим нашу встречу. Я отвечу на тот вопрос. Ну, к примеру, я видела, как один человек приходил и бросал туда 10 тысяч гривен. Ну, вот. Хороший человек. Ну, был такой момент. Кто-то пришел, 5 гривен кинул, кто-то прикинул 20. По 200 там, да. Последний вопрос, который я хочу вам задать. Ну, предположим, у вас все получится. Предположим, нынешнего мэра Одессы могут снять, снимут. Я не знаю, по какой процедуре, но предположим. Вы знаете, антитухановский майдан не выступает только за то, чтобы убрали мэра. И он подал в отставку. Речь идет о полной перезагрузке власти местной. И это касается и депутатов горсовета. Прекрасно. То есть вы хотите, что в Одессе были перевыборы. Да. И на должность городского головы, и на должность депутатов городского совета. Абсолютно. И вот завершающая часть этого вопроса заключается в том, это были демократические выборы. Мы делаем все, чтобы это были демократические выборы. Вы позволите принять участие в этих выборах? Вы не будете против, если те же люди, которые сейчас сидят в городсовете от мэра до депутатов, приняли участие в этих выборах? Я, безусловно, если спрашивать мое личное мнение, то я была бы против. Но у нас есть конституционное право, и они имеют право и безусловно принимать. А если выберут люди еще раз, их вы не заметите никаких нарушений? Во-первых, мы все по последней выбору абсолютно все горожане наблюдали нарушения. Поэтому я думаю, что мы разработаем какую-то определенную программу, которая позволит минимизировать эти нарушения. И все-таки я уверена, вы знаете, с каждой процедурой, с каждым каким-то процессом таким избирательным все чище и чище будут становиться ряды. Если ничего не делать, то мы утонем опять, собственно говоря, в том беспределе, в котором мы сегодня... Или научимся плавать. Спасибо вам огромное. Мы уже научились. Шарина, благодарю вас за то, что несмотря на полученную травму вы нашли возможность прийти к нам в студию, напоминаю, что с нами была активистка антитрухановского Майдана Шарена Кикнадзе. Мы прервемся на небольшую рекламу и далее будем говорить на новую тему. К теме антитрухановского Майдана мы вернемся после 8 часов и услышим вторую сторону конфликта. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Майдана Шарена Кикнадзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова